Тем временем в Югре растет число желающих развивать свое дело. Об этом свидетельствует число обращений за материальной поддержкой. Так в прошлом году за выплатой 250 тысяч рублей в соцзащиту обратились 65 человек из Сургута и района, а в 2022 уже 69. Гарантированно смогут воспользоваться таким правом. И прием заявлений продолжается. Кому эта мера поддержки помогла и как ей можно воспользоваться, смотрите в нашем материале. Она может позволить себе приходить на работу после обеда, сидит в соцсетях и общается с интересными людьми. История Аллы Настюк – лучшая реклама предпринимательства. 20 лет женщина трудилась в найме, пока не открыла свой интернет-магазин корейской косметики. Сначала с головой ушла в онлайн, а потом решила вновь вернуться на землю. Открыть офис. Кредит брать не хотела. Узнала о мере поддержки, которую предоставляют предпринимателям и самозанятым на развитие бизнеса. Очень большая благодарность работникам социальной службы, которые мне помогали. Подсказали, что там нужно бизнес-план немножко подредактировать, составить смету. И вот через два месяца я получила одобрение, получила деньги, нашла помещение для офиса, приобрела мебель, приобрела товары и начала работать. Теперь в своем офисе Алла Настюк проводит мастер-классы по уходу за кожей. Именно представители индустрии красоты – лидеры по количеству обращений за данной мерой поддержки. На втором месте – производство продуктов питания. У Любовь Ткаченко свой мини-коптильный цех. Купить сырье и технику в прошлом году удалось благодаря выплате. У нас домашнее копчение, курс, сигналь, перы и куриные продукты. Эта мера поддержки предусматривает выплату до 250 тысяч рублей. Получить ее могут люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации и с маленьким доходом. Потратить помощь можно на что угодно, но должен быть четкий бизнес-план. В бизнес-плане гражданин указывает, на какие цели он потратит. 250 тысяч, выделенные государством по государственной социальной помощи. И в этот бизнес-план входит в том числе покупка материала, аренда помещения для предоставления услуг, обучение. Сейчас количество желающих получить 250 тысяч на развитие своего дела растет. Во многом потому, что такая форма поддержки только набирает обороты. Меру ввели в прошлом году. Воспользоваться ей еще не поздно. Прием заявлений продолжается. Наталья Соловьева, Игорь Батищев, Виктория Мальцева, телерадиокомпания «Югра» Сургут.